Так, Ока Упана, принявший форму парящей маски, является одной из подвижных частей таинственных статуй Шамачурлов. Оно способно передавать изображение на расстоянии. Ока Упана может перевязываться к указанным Хиличурлам или Аниме Слаймам и перемещаться вместе с ними, оставляя незамеченным. Оставаясь. Тем не менее, Шамачурлы способны распознать Ока Упана под этой маскировкой. Ух, как все сложно. Ока Упана позволит вам проникнуть в потаенные места лагерей Хиличурлов и искать цели, чтобы найти похожие таинственные статуи Шамачурлов. Возможно, таким образом вы обнаружите важные улики. Очень чудесно. Как обычно. Ладно, поехали. Испытание началось. А, на 10 минут дают? Офигеть. Что делать-то? А, нажимать... Ничего не понятно. Опа, она может воздействовать на некоторые предметы на определенном расстоянии. Например, закатники, дымовые установки, гидроянтарь и костры. Грамотное использование этой возможности позволит с легкостью проникать в сокровенные уголки лагерей. А, ну там цель подсвечивается. То есть нам туда надо направлять эту штуковину и запускать, правильно? Ооо, я понял. А, это поменяться местами. А как теперь мне это сделать? Хочу, хочу. Ага, вот оно что. Все, понял. Есть. Короче, надо двигаться по этим киличурлам. В силу неизвестных причин, шамачурлы видят Упана и гонят его прочь. По этой причине следует избегать их поля зрения. Блокировать поле зрения шамачурлов вам помогут дымовые установки. Ага. На тебе дымовую установку. Как тебе такое? Ну, прикольно получается. Ай, погодите. Так, поехали дальше. Так, эти ребята будут мешать, да? О, нет, они меня видят. Надо валить отсюда. Так. Э, я вообще-то далеко стою. Куда ты побежал-то? Ай, ладно. По-моему, все получается. Цель. О, огонь сгорелся. Смотрите, они услышали и можно перемещаться теперь. Поехали. Мы нашли путь. Офигеннейшее испытание и задание тоже. А, теперь нам нужно нажать на что-то. А, удерживать, типа, и заряжать. Это невероятно круто. Слушайте, я такого не ожидал. Я думал опять там сражаться, бегать, прятаться. Ну, здесь мы тоже прячемся, конечно. Ну, зато... А, это первый день испытания, кстати. Ну, давайте дальше продолжим. Тут два испытания. Ага. То есть один день, второй день и третий день. Потом будет последний. Видимо, самое сложное. Это мы сделали. И дальше. Вот что-то очень странное. Вы завершите испытание. Здесь уже немножко посерьезней. Я ничего не понял. Может, это вообще не связано с этим испытанием? Ладно, давайте пойдем. Посмотрим. А вот здесь нам сейчас скажут, типа, сражайтесь, да? Ну, так хорошо все было. Да что это вообще такое? Что? При первом вашем визите в глубины подземелья выяснилось, что его хозяин необычно большой шимачурл. Пайман решила назвать его таинственным... Эммм... Таинственным мегачурлом. Ваше вторжение, кажется, сильно его расстроило. Поэтому сражение неизбежно. Нависла масштабная опасность размером с шесть закатников. Совместный режим. Поехали. Что? Я не знаю, что это за совместный режим. Кстати, люди присоединяются. Посмотрим. Это интересно. Я понял. То есть изначально, типа, это, типа, как история, продолжение. Мы дошли до этой статуи, активировали ее. А теперь вы хотите в совместном режиме? Да, конечно. А, ну, даже так. Поехали. Без хила, да? То есть, в принципе, хилл, наверное, не нужен здесь. Там 120 секунд для того, чтобы завершить испытание. Возможно, просто сражаться с кем-то. Но если это совместный режим и... О-о-о-о-о! Йо-о! Слушайте, это невероятно. В бою таинственный мегачурл атакует шестикратно увеличенными закатниками. Вот только если эти закатники уничтожат обычной или заряженной атакой, они разбрызгивают сок, на котором таинственный мегачурл поскальзывает и падает. Один великий босс! Нифига себе у него урону! Точнее, хп. А как его убивать-то за 20 минут? Невероятнейшее! Не, можно было бы одиночку, наверное, это сделать. Он подскальзывается, смотрите. О-о-о! Подскальзывается, ему конец. Надо его на эти штуки загонять, смотрите. Хотя мне, в принципе, вот так неплохо убиваем. Он упал, и ему плохо. Поехали, водичкой, водичкой. Да, в совместном режиме его, в принципе, легко одолеть. Неплохо работает. Неплохо работает. Говорил, но тем не менее. Да! В меню залезем. Секунду, дайте посмотреть. Да, мы забрали вообще все. Совместное испытание. Слушайте, но это откроется через два дня только, да? То есть написано один, откроется через два. У нас будет все то же самое. В конце будет мега-супер-испытание. Точнее, даже не испытание. Смотрите, здесь по значкам видно, что это будет битва. Битва в совместном режиме, и, видимо, это против самого мощного супер-босса. Но это мы увидим, конечно, не скоро, это только через шесть дней. Классно, мне очень понравилось. Я в восторге. Не забывайте подписываться, писать комментарии, ставьте лайк. Нажимайте на колокольчик. Смотрите видео до конца. И обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые найдете в описании к этому видео. Увидимся, пока.